Больше трети югорчан считают, что погода влияет на их работоспособность. Результаты исследования представил один из интернет-сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие экономически активные жители нашего региона. В том, что на их работоспособность влияет перемена погоды, признаются 37% жителей Югры, а почти половина, 47%, не видят никакой связи между погодой и мотивацией. Причем, отмечают исследователи, чем выше зарплата, тем меньше югорчане обращают внимание на погоду. Среди жителей региона зарплаты ниже 30 тысяч рублей метеочувствительными себя считают 49%, а среди тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч – 36%. Кроме того, 38% югорчан считают, что работают лучше, если за окном солнце. Пятая часть опрошенных уверена в обратном. Добавлю, что четверо из десяти югорчан утверждают, что им все равно, какая погода. Если нужно работать, то просто берут и работают. По рекам Югры проходит ледоход. В Нижневартовске его появление ожидается дня на день. Красивое и завораживающее зрелище, но в то же время опасное. Здравствуйте. Служу в последний город Нижневартовск. Будьте любезны отойти подальше на безопасное место. Именно поэтому вблизи опасных мест дежурят экипажи аварийно-спасательной службы. Это у нас рейды, которые проводятся два раза в день. Набережная реки Обь и Комсомольское озеро. Все силы и средства использованы при спасении людей на воде, также в готовности. Имеется судно на воздушной подушке. Также ледоход внес свои коррективы в передвижение жителей, создав временное ограничение. Проход головы ледохода ожидается с 5 плюс 5 дней мая. В этот период у нас переправы будут перекрыты, чтобы жители города Нижневартовска понимали, что в этот момент будет переехать через реку, перебраться невозможно. И сразу свои планы распределили на будущее правильно. И еще одну проблему несет наступающая весна. Это подтопление прибрежных мест. В Нижневартовске такая беда случилась в 2015 году. В этом году спасатели наводнения не предрекают. Но, тем не менее, они готовы к любым неожиданностям. Если в действительности произойдет печальный случай в плане подтопления, то служба аварийно-спасательная города Нижневартовска всегда придет на помощь. Всегда есть дежурный экипаж, который выйдет, приедет, поможет в любое время при звонке на 112. Реки – это транспортные артерии Югры. Они помогают человеку, но в то же время создают проблемы. Но в наше время мы научились бороться с проблемами. Михаил Светожев, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Строительство фильтровальной станции в Нефтьюганске идет по плану. Об этом заявили на совещании по строительству социально значимых объектов округа. Его провела губернатор Югры Наталья Комарова. На встрече также заверили, что нет рисков срыва поставок оборудования на объект и задержек строительства. Кроме того, больше половины необходимых фильтровальных установок уже находятся на станции. А общее подключение объекта к городским сетям водоснабжения, электроснабжения и канализации ожидается к концу июля. Это означает, что в скором времени нефтьюганцы будут обеспечены чистой водой. Понимаете, мы же не объект радиообъекта строим. Это ключевой вопрос для нефтьюганского. Чистая вода и надежная система водоснабжения. Это две системные задачи. Тем временем в Нягоне начали монтаж новой газовой котельной. Так на улице Чернышева появится современная автоматизированная котельная. Она заменит старую, которая эксплуатировалась больше 40 лет и больше не соответствует современным требованиям. Объект оснастят пятью котлами. Три из них обеспечат отопление, а остальные два – горячую воду для микрорайона Западный. Также котельная будет полностью автоматизирована, а современное оборудование гарантирует хорошие показатели энергоэффективности, бесперебойность работы, долговечность и высокий уровень безопасности. Кроме того, в Нягоне снизятся расходы на топливо, потому что объект будет работать не на нефти, а на газе. Это значит, что городская ресурсоснабжающая компания сэкономит средства и сможет выполнить другие важные работы. Если мы с вами платим за газ за одну котельную 700 тысяч, то за нефтяную котельную наше предприятие в месяц отдает до 10 миллионов. Поэтому это для нас очень серьезная экономия. Ну и в дальнейшем, не переведя все предприятия на газ, повысится надежность системы теплоснабжения города в целом. В Югре приструнили коллекторов. В окружное управление службы судебных приставов обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее заставляют вернуть долг своего супруга. Женщина пожаловалась на назойливые звонки с угрозами и психологическое давление. Заявительница объяснила коллекторам, что сам должник мобилизован и находится в зоне СВО, поэтому связаться с ним невозможно. Но ее доводы услышаны не были, звонки не прекращались. После обращения в службу судебных приставов коллекторское агентство получило штраф в 100 тысяч рублей и моментально отстало от женщины. По закону требовать немедленного возврата долга от мобилизованного военнослужащего никто не имеет права. Подробности этой истории смотрите сегодня в 17.30 в программе «Югра. Территория безопасности» на нашем телеканале. Какие сейчас у нас для мобилизованных, вообще для военнослужащих существуют послабления по закону? Ну, при наличии задолженности, да, устанавливается льготный период, внесены изменения законодателям, при котором при наличии льготного периода запрещается требовать задолженность любым способом взаимодействия. В отделении Югорского расчетно-информационного центра обещают сократить очереди. Компания заключила договор с Почтой России. И скоро сургутяне смогут оплачивать коммунальные услуги в ее филиалах. А и в городе 17. Напомню, раньше платежи можно было вносить в своей управляющей компании. Но с января этого года всех сургутян перевели на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. А Югорский юрист расторг соглашения с РКЦ ЖКУ. И в итоге в городе осталось только два пункта приема платежей. В апреле мы запустили очень мощный сервис для клиентов. Это онлайн-сок. Это полноценный центр обслуживания клиентов, где можно решить абсолютно все вопросы, связанные с юристом. Это и какие-то претензионно-исковые иски, это и внесение изменений в договоры, в количество проживающих, заявки на опломбировку приборов учета. В Белоярском районе постояльцы социальной гостиницы «Благостыни» рассказали об условиях проживания. Сейчас в заведении проживают два десятка человек. Два года назад центр адаптации для лиц без определенного места жительства поменял статус. Сейчас тут живут не только представители Белоярского района, но и гости из других территорий. Жильцам ежедневно выдают продукты для приготовления пищи. При поступлении в гостиницу они проходят медкомиссию и подписывают договор, где оговорены все условия проживания. Например, здесь действует полный запрет на алкоголь. Впрочем, нарушать распорядок постояльцы не спешат. Бездомные ценят шанс вернуться к нормальной жизни. Специалисты учреждения помогают постояльцам, социализации, содействуют трудоустройству, восстановлению документов и лечению от алкогольной зависимости. Финансируются учреждения из окружного бюджета. Кроме того, некоммерческая организация постоянно участвует в грантовых конкурсах. Персонал очень хороший. Очень. Я редко такие встречал. Жить можно вообще классно. Классно здесь. Два это не в комнатах, по пять человек. У нас одна комната, там два человека есть. Все остальные четыре, это по пять человек в комнате. У них трехразовое питание, но готовят они самостоятельно, с помощью нашего дезинфектора. Дезинфектор наш контролирует. Почему мы и взяли социальную гостиницу. Все могут себя самообслуживать. Нижневартовск продолжает украшать ко Дню Победы. Первые арт-объекты уже установили на площади нефтяников и в городском парке. Вдоль центральных улиц разместили традиционные флагштоки. А растяжки с баннерами на опорах, освещение и другие конструкции, которые могут пострадать от сильного ветра, пока что в Нижневартовске не увидеть. В этом году было принято решение устанавливать их прямо накануне праздника, чтобы переменчивая погода не успела их испортить. А вот в парке Победы новый арт-объект уже установлен. По задумке, в день праздника жители города смогут сами завязать на нем георгиевскую ленточку, первая из которых там уже появилась. В этом году еще будет один арт-объект, который украсит площадь нефтяников по центру. Он будет выставлен с 7 числа и подключен к освещению. То есть он будет с подключением электроэнергии. Кроме этого, будут на площади нефтяников установлены чуть позже еще ротонды, тоже обтянуты баннерами, которые создают атмосферу праздника. Ну и, в общем-то, город будет, я думаю, украшен достойно. Ханты-Мансийск посетит Полина Гагарина. Певица станет одним из хедлайнеров российской студвесны, которая пройдет в окружной столице с 11 по 17 июня. Так, 12 числа артистка выступит на открытой площадке в археопарке, где расположится один из городков фестиваля. К слову, посетить концерт смогут не только участники студвесны, но и жители региона. Полина Гагарина порадует югорчан своими хитами, а также поздравит сразу с двумя значимыми праздниками – с Днем России и Днем города. Вход на мероприятие будет свободным.